Поскольку у нас было представление результатов вот этого большого проекта, посвященного Достоевскому, я тоже свою небольшую лепту внесу. Я не стал вмешиваться раньше, потому что там вот эту серию книг огромную представляли. Дело в том, что помимо вот этого проекта, в этом розыгрыше РФФА участвовали и другие группы. Я одну такую группу возглавлял, по-моему, помимо того, что я был исполнителем одного из томов вот в этой большой группе, где руководителем был Александр Александрович Ермичев. Я сам был руководителем такого же проекта, и тоже небольшой коллектив работал. И просто я хочу тоже представить вот этой маленькой уже аудитории результат своей работы. Это вот такая вот книга, тоже довольно солидная, 600 страниц. И она называется «Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Достоевского». Ну, это сокращенный в ряд того названия проекта. Проект чуть длиннее назывался, там еще влияние Достоевского на литературу и философию XX века фигурирует. Ну, просто эта книга непосредственно связана и с моим докладом. То есть я очень давно работаю над творчеством Тарковского, изучаю творчество Тарковского. И, собственно, и давно, столь же давно, наверное, тут по хронологии невозможно разделить, работаю, изучаю творчество Достоевского. И вот эта книга, она является, наверное, самым фундаментальным итогом этой работы. Хотя тут, конечно, и коллеги, которые были задействованы в Гранте, мне помогали в работе. Так вот, поэтому, начиная свой доклад, что я могу сказать? Что образ Иисуса Христа – это, понятно, это главный образ любого мыслителя, художника, который себя считает, позиционирует как христианский мыслитель и художник. Так вот, и Достоевский, и Тарковский прямо, безусловно, себя позиционировали как христианские мыслители и художники. И поэтому, конечно, образ Христа в обоих присутствует и занимает центральное место. Ну, соответственно, тогда наиболее, может быть, правильно, адекватно и лаконично в каком-то смысле можно понять их мировоззрение христианское именно через этот образ. Ну, вот, собственно, вот в этой книге я это сделал по отношению к Достоевскому. Ну, в своей книге о Тарковском, там тоже она называется «Художественная философия Андрея Тарковского», давно достаточно уже издана, но там тоже образ Христа присутствует почти во всех анализах. То есть мое первое утверждение, что на самом деле, конечно, и Достоевский, и Тарковский во всех своих произведениях главных героев мыслили по образцу в каком-то смысле Христа. Ну, в каком смысле, вот это надо уточнять. И это я, наверное, вот и уточню чуть позже. Но начну, точнее, следующую мысль такую выскажу. На самом деле, моя интерпретация Достоевского, она достаточно неожиданная и необычная. Ну, вот я, если кто-то слышал мое выступление предыдущее на презентации вот этой серии, я там частично об этом стал говорить. Я считаю, что Достоевский – это великий религиозный реформатор, который попытался как бы актуализировать христианство за счет того, что он, ну, как и многие русские мыслители, я даже считаю, что это главная традиция всей русской мысли, да, попытался показать, что на самом деле, и в этом смысле я сейчас радикально разойдусь с точки зрения Владимира Николаевича Захарова, да, попытался показать, что все церковное христианство, в том числе и православное, это христианство ложное. Именно поэтому и европейская цивилизация в кризис идет, и поэтому секуляризация европейскую цивилизацию настигла, да, потому что цивилизация, в конце концов, переросла вот то христианство, которое в церкви реализовано, да, Но, повторю вот тот тезис, который я сказал раньше в предыдущем выступлении своем, одновременно Достоевский и другие русские мыслители, они поняли, что без христианства европейская цивилизация просто погибнет. Но тогда выход один, надо от ложного христианства прийти к истинному, настоящему, подлинному, то есть исходному христианству. Это главная идея не только моего исследования Достоевского, но исследования всей русской философской мысли, ну а, соответственно, поскольку, например, русская литература, она в каком-то смысле подразделением русской философской мысли является, так парадоксально можно высказаться тогда. И, например, это исходный принцип моего анализа истории русской литературы. Вся русская философия, вся русская культура – это такая грандиозная попытка найти истинное христианство, одновременно признав, к сожалению. И это с печалью многие делают, и Достоевский это с печалью делает. Это вовсе не такая радостная критика, давайте свергнем какого-то кумира с монумента, как часто бывает. Нет, это печальная констатация, да, конечно, церковное христианство огромную роль сыграло и в истории Европы, и православие сыграло колоссальную роль в истории России, но истина выше пристрастий, да, каких-то наших. Да, если истина говорит, что это ложное христианство, надо это признать, это трагическую, может быть, даже истину, и тогда попытаться вернуть в жизнь нашу истинное, настоящее христианство, которое вот было до того, когда это искажение произошло. Вот, собственно, главная мысль моей интерпретации, повторяю русской философии и Достоевского. Так вот, что я хочу сказать. Так вот, для меня творчество Тарковского, как ни странно, это, если хотите, одно из нагляднейших, яснейших доказательств вот этой мысли. Потому что, ну, конечно, Тарковский – это человек уже совершенно новой эпохи, советской эпохи, вообще не христианской, да. Здесь критиковать церковное христианство не только можно было, да, здесь нужно было его критиковать, да. Достоевский, понимаете, проблема исследования Достоевского в том, что он жил в эпоху жесточайшей цензуры, да. Он не мог сказать многое из того, что он хотел сказать критического в адрес традиционного христианства, да. Это вот одна из проблем, которые, как правило, люди не учитывают, когда споры о Достоевском мы видим. Вот он там положительно о православии говорил. Ну, конечно, он положительно говорил, оценивал его значение в истории культуры России. Но если бы он хотел сказать отрицательно, а у него были такие, как бы, видимо, порывы, да. Он это просто физически, что называется, не мог, и вот тут же запретили бы эти тексты, да. Но, тем не менее, через его тексты мы можем найти эту критику, я ее нахожу, да. Поэтому я вот повторю, для меня это как бы исходная аксиома понимания Достоевского, да, что он признает традиционное христианство искаженным, даже ложным, и пытается восстановить вот это истинное христианство. Это действительно звучит в его текстах, да. Вот если мы возьмем один из последних текстов, дневник писателя 1880 года, Пушкинская речь и комментарии к ним. Там несколько раз вот это словосочетание «истинные христиане», их очень мало пока, говорит он. Но это надежда наша. Истинное христианство – это наша надежда. Но вокруг-то православные церкви, все православные. Нет, это не то. Совершенно очевидно, что Достоевский ждет какого-то иного истинного христианства. Вот только пока единицы истинных христиан есть, да, но они будут. И когда-нибудь христианство снова станет как бы великой силой, которая будет двигать историю. Но это будет уже тогда другое христианство, не то, которое мы имеем в истории в церкви. Так вот, обращаясь к Тарковскому, здесь нет вот этих цензурных проблем. Конечно, Тарковский советский человек, да, он снимает фильмы, начиная там с 60-х годов, да. Здесь другая проблема. Здесь нельзя было, в принципе, религиозную христианскую тематику использовать. Но он, то есть как бы некая проблема, похожая на проблему Достоевского, но вот такая вот, с таким своим поворотом, да. И в каком-то смысле ему удается то же самое, что и Достоевскому. Как Достоевскому в условиях цензуры удалось сказать то, что он сказал, так и Тарковский в условиях уж другой цензуры советской, когда нельзя было говорить о религии, да. Он, тем не менее, сумел вложить этот религиозный пафос в свои фильмы и в свои, как бы, ну и в свои сценарии. Не все фильмы, кстати, сняты ведь по его сценариям. И некоторые из них важны, как тексты, да, вот «Светлый ветер» — это важнейшее произведение Достоевского, которое не было снято в виде фильмов, да. Я его использую во всех своих рассуждениях, потому что это ключевое, даже религиозное произведение Достоевского, сценарий фильма «Светлый ветер», да. Но он именно по-моему не был снят, потому что там слишком много религиозных тем, и он понимал, что его просто не разрешили, да. Кстати, это сразу, если пример привести, когда он сдавал «Солярис», одно из замечаний вот той коллегии, которая рассматривала госкинофильм — «Слишком много христианства». Слишком много… Это в «Солярисе» они нашли христианство. Да, нет, я считаю, что это показывает, насколько проницательные советские цензоры были, да, ведь они увидели то, что, в общем, не очевидно, и современные многие зрители не видят, нет. То есть цензор действительно умный оказался, да, в такой претензии высказали. Абсолютно правильно сейчас я про это скажу, да. Так вот, но, тем не менее, Достоевский, выражая вот эти религиозные смыслы, он гораздо более прямо вот эту критическую позицию в отношении некой традиции и вот как бы некую более такую современную и такую даже немножко фантастическую, я бы сказал, такой странный термин я бы употребил, версию христианства использовать, да. Все романы Достоевского основные, все имеют Христа в качестве главного персонажа, я утверждаю. Все фильмы Тарковского, абсолютно все, имеют в качестве главного персонажа Христа, утверждаю я, да. Это поразительное сходство, да. И это что, о чем говорит? Это говорит о том, что Тарковский чрезвычайно проницательно, тонко увидел главную линию философского такого и христианского мировоззрения Достоевского и продолжил его, то есть Тарковский, вот моя главная мысль, это самый верный, самый последовательный продолжатель вот этой линии именно поисков истинного христианства, да. И, по сути, он даже метод Достоевского принял, да, вот такое парадоксальное, символическое изображение в каждом из персонажей, там, ну, я конкретно укажу, Иваново детство. Иван — это Христос, безусловно, никаких сомнений у меня нет. Это, понимаете, через реалистически изображенного персонажа режиссер нам дает современный образ Христа, показывая, что христианство современно. Каждый из нас должен понять, что такое Христос и в своей жизни каким-то образом реализовать этот образец. И его герои это реализуют, да. И вплоть до последнего, до господина Александра в жертвоприношении, это все Христы, да. И у Достоевского просто термин такой есть, да, когда все Христы. Поэтому я сам такой немножко корявый термин могу использовать, это термин Достоевского. Если все будут Христы, даже не как Христы, а Христы, да. Вот в этом смысле творчество у них очень похоже, да. Ну, теперь, что же такое образ Христа для Достоевского и Тарковского, да. Ну, давайте прежде все-таки я немножко спущусь до конкретики кинематографической. И вот этот сюжет такой конкретный расскажу, да, как, собственно, Тарковский хотел непосредственно реализовать фильм, связанный с Достоевским. Да, ведь у него ни одного фильма нету, который по сюжету Достоевского или где бы, как бы, Достоевский как герой фигурировал. А такой замысел был, да, вот я хочу на это обратить внимание, что когда мы открываем первую страницу его дневника «Мортиролог», потрясающий документ, очень важный для понимания философских идей Тарковского, да, то первая же запись касается замысла. В это время он только работает еще над Солярисом. Ему разрешили снимать Солярис. Он еще, по-моему, только-только готовится снимать сценарий, пишет, да. То есть, ну, этот фильм уже, как бы, он считает готов, да, это как великий художник, еще только работая над одним произведением, он уже тут же начинает думать о следующем. Следующее произведение должно было быть посвящено Достоевскому, да, причем не по сюжету Достоевскому, а где Достоевский героем был, то есть это биографический фильм о Достоевском, или такой философский фильм о Достоевском и его мировоззрении. Ну, вот давайте все-таки несколько цитат я прочитаю, потому что это важно, да, вот как сам Тарковский это описывает, да. Вот он как пишет, это 30 апреля 70-го года, повторю, он только-только начинает Солярис снимать еще. Снова говорил с Сашей Мишариным, ну, это сценарист его, как бы, они потом зеркало сделали сценарий вместе с Мишариным. Снова говорил с Сашей Мишариным о Достоевском, в кавычках, да, название. Это, конечно, следует прежде всего писать, не думать о режиссуре. Вряд ли имеет смысл экранизировать Достоевского, да, он не хочет экранизировать. О самом Федоре Михайловиче нужно делать фильм о его характере, о его боге и дьяволе, и о его творчестве. То ли Солоницын мог бы быть прекрасным Достоевским, но, как вы знаете, Солоницын позже и стал Достоевским. По-моему, кто там, Кулиджанов, что ли, снял 26 дней жизни Достоевского, да, и, по-моему, Тарковский даже одобрил, что, в принципе, хороший фильм, да. Сейчас нужно читать все, что написал Достоевский, все, что писали о нем, и русскую философию, Соловьева, Леонтьева, Бердяева, то есть Тарковский хорошо знает, кто основные отражения делал творчества Достоевского и так далее. Достоевский, опять же, в кавычках название, может стать смыслом всего, что мне хотелось сделать в кино, а сейчас Солярис. Пока все идет мучительно и через силу, Мосфильм определенно вступил в стадию кризиса. Потом Белый день, но Белый день – это будущее зеркало, да. Дальше, ну, я кратко, да, дальше, значит, он продолжает размышлять о фильме, посвященном Достоевскому, и дальше, интересно, появляется другое название – Голгофа, да. Надо непременно начать собирать материалы, всевозможные материалы Достоевского. Голгофа – неплохое название, да. Надо писать одному, то есть он уже не хочет Мишарина, хочет один. Еще один забавный такой, как бы, текст. Очень надо начать хотя бы собирать материал для Достоевского. Говорят, что существует какой-то бегемот, который спекулирует книгами. Собрание сочинения Достоевского с дневниками стоит 250 рублей. Надо купить, забавно, как бы. Как трудно было полное собрание сочинения, дореволюционное тогда с дневниками писателя найти, да. Ну, в 73-м году возникает идея снять идиот, да. Вот это самый длинный потом сюжет. До 80-го года он длится, 7 лет, по сути, да. Тарковский разрабатывает, существует несколько в архиве у его сына в Флоренце, сохранилось несколько материалов. Мы с ним опубликовали, кстати, это вот есть журнал «Нева», 17-й год, 10-й номер, кого интересует, да. И там моя большая, то есть наша совместная с Андреем Андреевичем статья. Да, как раз вот на этот сюжет Достоевский и Тарковский, и конкретные вот некоторые материалы, да. Это журнал «Нева», 2017-й год, 10-й... А? А, «Звезда», да, «Звезда», да, да, ошибся. «Звезда», 10-й номер, 17-го года, да. То есть существуют тексты, где эта разработка была, там даже распределение персонажей, мышкин, там этот Кайдановский, Анастасия Филипповна Терехова, естественно, любимые герои, да, и там другие интересные, как бы, почитайте там, не буду сейчас про это говорить. То есть дошло даже до подробной разработки сценариев, а в какой-то момент вдруг ему предложили телевизионный фильм снять, 10-серийный, но это, я не знаю, это, слава богу, что он не ввязался в эту авантюру, да, 10 серий «Идиота» снимать. Есть роспись сюжета, да, но это не сценарий, это роспись сюжета есть, тоже текст сохранился, да. Но потом постепенно его увлекают вот те замыслы, которые мы знаем в виде фильмов, да. Но все время Достоевский идиот, и периодически вот эта мысль о биографии Достоевского, она остается в замысле Тарковского. Более того, в 1976 году ему разрешают снимать «Идиота», да, то есть подписан договор, да, сценарий он начинает разрабатывать, но в этот момент его уже вот привлекать начинает вот эта история, которая кончилась с ностальгией позже, да, его в Италии он хочет снимать, да, и постепенно этот сюжет начинает ему мешать, да, и кончается, в общем, тем, что уже студия настаивает, да, подписан договор, даже деньги выделены ему были, там, какой-то маленький задаток, да, а он не работает. Но в итоге так этот проект закрыли, потому что в конце концов он уехал в Италию, потом остался там, да, и студия была вынуждена проект закрыть, да. То есть вот не состоялся, но «Идиота», вот он семь лет разрабатывал этот сюжет. Ну вот что можно сказать об этом, да, почему Тарковский не снял все-таки ни фильм о Достоевском, ни фильм по «Идиоту». А у меня такой парадоксальный ответ, да, потому что все его творчество – это и есть экранизация Достоевского, да, там везде, вот я, как человек, который хорошо знает тему Достоевского, уверенно утверждаю, все фильмы Тарковского, все пронизаны сюжетами Достоевского. Ему не нужно было экранизацию делать, да, он уже все это, понимаете, в «Сталкере» главный герой – это идиот, это Мышкин, вот так Кайдановский должен был Мышкина играть, да, поэтому это был бы повтор. Понимаете, Тарковский понял, что если он будет «Идиота» снимать, он повтор, он Кайдановского будет вынужден заставить играть роль «Сталкера» второй раз, да, но только в декорациях там каких-то там классических, да. Это, конечно, было уже не то, да. Повторю, Достоевский слишком в его сознании присутствовал, чтобы он отдельно этим занимался, поэтому вот он снимал, скорее, такие экзотические и случайные сюжеты, да, ну вот Ариэль, «Виляев Ариэль, летающий человек», ну что это за сюжет? Это совершенно не кинематографический сюжет. Он создал, я рискну утверждать, если бы он снял этот фильм, это был бы главный его фильм, безусловно, да, самый идейный, самый философский «Светлый ветер», да, но он его не снял. Всем рекомендую, читайте сценарий. Он опубликован, правда, там несколько версий есть, я вот до сих пор не разобрался, почему там разночтение, да. Утверждается, что там Гринштейн большую роль сыграл. Ничего подобного, я в архиве читал тексты Тарковского, на 9 десятых это текст Тарковского, да, Гринштейн там, конечно, он участвовал, но это вот по инерции, что называется. Он, в конце концов, настолько увлекся этим сюжетом, что почти практически все сам написал, да. Так вот, теперь к содержанию. Что же такое христианство Тарковского и Иисус Христос Тарковского? К счастью, у нас есть фильм, где он просто есть, да, вот с этого тогда я и начну, да. В Андрее Рублеве просто Христос присутствует собственной персоной, так сказать, да. Я уже сказал, что в Иванове детстве Ивана можно считать Иисусом Христом, но все-таки приведу маленький пример, да. Почему, где это видно? Ну, понимаете, Тарковский совершенно гениальным визуальным зрением обладал, да. Когда я смотришь его фильмы, периодически возникает впечатление, что я где-то это видел, да. Вот, как ни странно, в Ивановом детстве это наиболее наглядно. Там две есть, два кадра есть, но любой человек внимательный, который знает историю культуры, скажет, ну где-то я это видел, да. Это когда Гальцев берет Ивана в самом начале несет, и он так, обвисшие у него руки, ноги, да, он его несет на руках, да. Это караваджа, Христос там, да. То есть это просто вот как бы образ из живописи, классической, Тарковский берет, да, там оплакивание Христа или снятие со креста, да. И второй кадр, когда они, Иван, Гальцев и Холин готовятся к тому, что Иван уйдет, да, и они ждут этого солдата, который на самом деле уже убили, да. Они сидят втроем вокруг свечей, это тайные вечеры, да. Они хлеб едят, ломая руками, да. Да, совершенно гениально, вот такими штрихами Тарковский это делал, да. А потом они едут за ним, и вот опять же, вот задумайтесь, да, это почти кощунство выглядит, вот когда рассказываешь, но это сделано так, что это не кощунство, это широта зрения. Там они едут по реке на лодке, и стоит самолет немецкий, он вонзился в берег, он сам как крест выглядит. Еще на фюзеляже у него крест, да, а чуть раньше они мимо православного креста проезжают, да. То есть вот все играет, даже немцы, они все равно, они христиане, да, они все равно, вот как бы, то есть вот эти параллели такие рациональные между совершенно разными, как бы, формами понимания Христа, креста, да, они вот у Достоевского постоянно играют в кадре, да. Поэтому не буду, как бы, системно, да, но вот в Ивановом детстве это Иван Христос, и он уходит, он же уходит и гибнет, да, это Голгоф, он уходит на свой крестный путь, чтобы погибнуть там, да, и спасти весь мир, дальше победа, да. Они узнают, что он, там, Гальцев узнает, что он в гестапо погиб, и тут же кадры победы, да, то есть вот его Голгоф, она реализовалась в эту победу, да. Но теперь давайте все-таки рассмотрим самый ясный сюжет, где вот смысл Христа Достоторковский по-своему реализует, да. Это в Андрее Рублеве, Андрей Рублев, беседа Феофана и Андрея Рублева, и Андрей Рублев, как бы, в своей фантазии говорит о Христе, и мы видим эту фантазию режиссер, как бы, нам показывает, да, в «Снега России», да, такой очень характерный прием, он не стилизует, это не иудеи там, да, это не реальный Голгоф, это Россия, снега, да, и Христос совершенно такой русский крестьянин, ну, не крестьянин, но такой русский человек. Его провожают крестьяне, и обратите внимание, его провожают крестьяне, помогают нести крест, и девочка улыбается, то есть Голгофа, страдания, да, а девочка улыбается, глядя вслед Христу. И дальше, вот после того, как все это, все в действии распятия Христа мы видим, да, Андрей завершает вот это, как бы, свое видение такими словами, вот слушайтесь, что он говорит параллельно, да, вот текст, который звучит, это там Андрей Рублев, Солоницын говорит, вот ты тут про Иисуса говорил, так он, может быть, для того родился и распят-то был, чтобы Бога с человеком примирить, ведь Иисус от Бога, значит, всемогущий, если умер на кресте, значит, и предопределено это было, и распятие, и смерть его, дело Руцы Божие, и должно было вызвать ненависть у тех, кто распинал, ненависть не у тех, кто распинал его, ненависть не у тех, кто распинал его, а у тех, кто любил его, ежели бы они окружили его в ту минуту, ибо они любили его человеком, а он сам по своей воле покинул их, показав несправедливость или даже жестокость, пауза, может быть, тот, кто распинал, любил его, потому что подсобили в деле Богу угодным. Ну вот, вот такие вещи надо читать несколько раз, внимательно анализировать, потому что вот в этом весь Тарковский, да, ну как и Достоевский, да, иногда вот одна фраза в тексте, она вот раскрывает целый громадный сюжет идеологический, да, я еще раз прочитаю, потому что здесь непонятно, если внимательно вчитываться, вообще ничего не понятно, да, вот обратите внимание, я самый конец прочитаю, и распятие, и смерть его делал Руц... то есть он умер на кресте, чтобы примирить Бога и человека, да, и распятие, и смерть его делал Руц и Божий, и должно было бы вызвать ненависть не у тех, кто распинал его, а у тех, кто его любил, да, совершенно какой-то парадокс Тарковский высказывает, ненависть вызывает распятие не у тех, кто распинал его, а тех, кто любил, они ненавидят Христа, распинаемого, да, тех, кто любит его, ежели бы они окружили его в ту минуту, ибо они любили его человеком, а он сам по своей воле покинул их, показав несправедливость или даже жестокость. Дальше пауза и какое-то странное переключение в обратную сторону. Может быть, тот, кто распинал, любил его, потому что подсобили в дело Бога угодно. Еще один парадокс, да, те, кто распинал, они его любили, да, те, кто, как бы, окружали, любили его, они ненавидят его, а те, кто распинал, любили его, да. Ну вот, понимаете, если вот на самом деле когда-то давно, много-много лет назад, вот с таких, с такого внимательного вслушивания вот в эти тексты, да, и началось мое понимание Тарковского, да, я вам рекомендую вот такие загадочные тексты, которые с первого раза не понимаешь, да, их надо по несколько раз слушать и смотреть, чтобы понять, да. И в конце концов я понял, что имеется в виду, тем более там визуальный ряд помогает. Действительно его ведут крестьяне, и эта девочка радостно улыбается. То есть радостные события Голгофа, да, почему, да, и почему любит и не любит вот здесь. А потому что здесь, вот мой ответ, здесь сталкиваются две, два понимания Голгофа и два понимания Христа, как и у Достоевского, поэтому я вот так подробно про это говорю. Это центральный пункт понимания и Достоевского, и Тарковского, да. Это традиционная такая, ортодоксальная, ну, церковно-догматическая версия Христа. И вот та, которую эти два художника принимают, да. В первом, Христос – это Бог, да, он идет на крест, ну, по сути, он знает, что он не умрет как человек, да, он Богом станет, да. И поэтому, хотя и говорится в догматическом богословии, что Христос стал человеком, чтобы человек стал Богом, есть такая фраза, да. Но реально то, что он воскрес после смерти на кресте, для нас буквально не означает, что то же самое для нас будет, да. Потому что мы-то не он, то есть нет тождества, да. А для Тарковского и Достоевского Христос – это абсолютно простой человек, один из нас. И он так изображен у Тарковского, очень наглядно, повторюсь, у Достоевского это можно спорить, действительно это так или нет. У Тарковского просто вот такой поэт, он так и хотел снять какого-то поэта, это поэт 30 лет, да, у него в виде Христа, да, не профессионального актера, да, он, по-моему, и снял в итоге, неизвестный какой-то, мне кажется, актер. Так, повторю, для Тарковского и Достоевского Христос – простой человек, который, умерев, воскрес, мистику нашего божественного, как бы, начала показал, да. И в этом смысле его смерть и воскрешение буквально означают, что и у нас то же самое будет. То есть мы должны сказать, я буквально такой же, как он, поэтому и я стану Богом, он стал Богом, и я стану Богом в этой земной жизни, в этой земной жизни. Не там где-то на небесах, как ортодоксальная традиция за иудаизмом повторяет, а здесь в этой земной жизни. То есть это, если хотите, посеустороннее христианство использует тезис Ницше, да, и здесь и Ницше можно привлечь, потому что и у Ницше то же самое, да. Надо научиться искусству посеустороннего утешения. Никакого потустороннего мира нет, все здесь, да. И в этом мире мы божественны, в этом мире мы обладаем мистикой преодоления смерти, да. Вот о чем говорят и Тарковский, и Достоевский. И тогда, ну, из этого довольно радикальные следствия. Да, и, кстати, если говорить о том, откуда все это взято, то, например, Достоевский, да, он, известно, особенно любил Евангелие от Иоанна. Почему? Потому что именно оно вот эту содержит тенденцию, да. И здесь вот я могу привести просто библейскую цитату, в которой именно об этом говорится, и которая для ортодоксального богословия, она всегда представляла собой вообще довольно большую проблему. Когда Христос говорит в одном месте, да, «Тот, кто поверил в меня, больше на суд не приходит, но перешел сейчас, перешел от смерти в жизнь». Да, задумайтесь, да, кто поверил, кто, ну, кто поверил, принял мое учение, тот больше на суд не приходит, потому что он отменяет страшный суд. Никакого страшного суда не надо ждать, да, где там будет вот это бессмертное состояние и воскрешение. Ты здесь перешел от смерти в жизнь, в этой жизни ты перешел к вечной жизни, и в этой жизни не будет смерти. Но это парадокс, потому что смерть все равно каждого ожидает, да. Но этот парадокс разрешим. Каким образом разрешим? Это означает, что смерть условна, она не абсолютна, она условна. Она не прерывает эту земную жизнь, а просто ее трансформирует в другую форму. Мы в этом же мире продолжим существовать после смерти. Вот что утверждают и Достоевский, и Тарковский. У Достоевского это фантастически трудно доказать. Хотя я во многих своих работах это доказываю, но это действительно не очевидно. У Тарковского это очевидно. Понимаете, вот это, повторю, для меня это главный аргумент в пользу вот такой интерпретации и Достоевского. Ну вот здесь буквально вот этот сценарий светлого ветра, я начну с него, хотя его, скорее всего, никто не читал из вас. Ну вот, как бы, рекомендую прочитать. Там вообще какой-то, ну просто безумный сюжет Тарковский создает, когда там главный герой это монах Филипп, которому Христос явился и сказал, ты должен быть как я. То есть буквально вот эта идея повторения Христа в своей жизни там реализована в виде такого вот призвания его. Ну и он там пытается, ну там он неправильно его понимает, как бы, как всегда, ошибка там и так далее. Ну просто вот к той теме, о которой я говорю, вот эта тема бессмертия, да, по-своему понятая, которая, ну вот, наиболее, является наиболее радикальным выводом вот из такого понимания Христа, посеустороннего понимания, как человек, как только человек, никакой не богочеловек, это человек, который становится Богом. То есть он богочеловек, но как бы по факту это для нас, то есть каждый из нас богочеловек, потому что мы тоже божественное начало имеем, просто не знаем, Христос показал, значит, и мы можем себе раскрыть и стать бессмертными в этом смысле. Так вот, там крестьянин, этого монаха, но он священник же, и он в какой-то деревне, там крестьянин умирает. Его зовут, и у него, как бы, причастить его перед смертью, да, он к нему подходит, и вдруг видит, крестьянин над ним смеется. Он говорит, что ты что смеешься? То есть человек перед смертью, да, самое такое страшное событие, а ты смеешься. Ну, у меня цитаты есть, но не буду, чтобы не задерживать, просто тут пересказать даже проще, наверное, будет, да. А тот говорит, слушай, так я там был уже. Как был? Я второй раз умираю. То есть вот, ну, я вот, не знаю, как это он решил в фильме. Иногда сценарий, кстати, он немножко топорно выглядит, да. Конечно, я думаю, что у него так-то хватило бы это непрямо, да. Вот там просто в диалоге, это немножко нарочито, да. То есть выясняется, и он даже спрашивает, а что, что там, да. Там Бог-то есть? Нет там никакого Бога, говорит крестьянин, он умирает, да. А главное то, что потом он его снова увидит. То есть этот человек, то есть вот, представьте, такой фантастический, ну, просто такой какой-то невероятный сюжет. Даже немножко повторю, такой нарочито топорный даже, да. Повторю, в фильме он его наверняка снял бы как-то тоньше, да. Человек, который умер и оттуда снова вернулся. То есть вот эта грань смерти, она условна, вот, действительно, вот в том версии христианства, о которой я говорю, только так и надо понимать смерть, да. Смерть – это просто некая условная граница перехода из одной формы земной жизни, да, в другую, либо из одной части земного мира в другую часть, да, если наш мир состоит из каких-то немножко различных частей. И здесь я аргумент уже от Достоевского привожу, известнейшие слова Свидригайлова, которые тоже все списывают на его безумие, да. Ну, понимаете, это очень простой способ, да, вот если я ничего не понимаю, ну, герой ненормальный, он может все что угодно говорить, да. Ну, здесь герой в очень важный момент, да, в первой встрече с Раскольником он говорит такие вещи, да, и дальше для Раскольникова это важнейшая проблема – бессмертие, да. Ну, как он может, как можно считать, списать это просто на безумие? А Свидригайлов что говорит? Он там Раскольнику говорит, что, ну, вот, привидением не является. Раскольник говорит, как является, что это? И тот ему говорит, а вы не знаете, что такое привидение, да? И говорит, а вот у меня, говорит, такая мысль, да, что привидение – это обитатели иных миров, да, вот человек, который нормальной жизнью здесь живет, он их не видит, да, а как заболел человек, вот и начинает проступать этот иной, соседний мир, да, и чем больше болен человек, тем видение этого мира сильнее, а значит, и привидение он видит поэтому. А вот когда умрет совсем, так вот в этот мир и перейдет, да. Если вы в будущую жизнь верите, то и в эту мысль можете поверить. Так завершает он, то есть он прямо связывает это с понятием будущей жизни, да. Вот это прямое обозначение вот этой модели бессмертия, да, никакого там небесного царства нету, все здесь, да, и, по сути, наша земная жизнь, она будет бесконечно продолжаться. Ну, понятно, если человек – божественная существовка, которая в себе вот это божественное начало призвано раскрыть в жизни, да, то тогда Христос это и показал. Но тогда мы бессмертны и не сотворены, то есть и в ту сторону, в сторону прошлого нет начала, да. Мы вечные, бесконечные существа, которые вот как бы в этой ограниченной форме существуем, и смерть – это просто трансформация от одной формы жизни к другой, да. И, соответственно, тогда она может быть и проходима, эта граница. Ну, вот Тарковский, повторю, нарочито в этой форме, в сценарии «Светлый ветер» это и показывает, да. Но можно привести и другой пример, где, на мой взгляд, та же самая идея звучит. Это из беседы Андрея Рублева с Феофаном Греком в «Андрее Рублеве» «Страсти по Андрею». Мне больше нравятся первые названия, первый вариант. Я считаю, что он более полный «Страсти по Андрею». Потом он 45 минут там вырезал. И довольно важный, кстати, с идейной стороны фрагменты Тарковский вырезал. Мне кажется, это такое отчаяние художника. Он понял, что все равно не поймут, поэтому, ну вот, ладно, сделаем более доступный вариант. Поэтому я тоже предлагаю всем смотреть полный вариант «Страсти по Андрею». 3.15, по-моему, он идет, да, а не 2.30, как прокатный вариант Андрея Рублева, да. Так вот там какая беседа? Ведь Андрей в этом храме, он вдруг ему является призрак Феофана Грека. Так это прямо из Свидригайлова, да, вот этот призрак, да. И он ему спрашивает, ну, слушай, вот тебе уже хорошо, то есть Андрей Рублев говорит Феофану Греку, тебе уже хорошо, это мы тут страдаем. А ты там на небо попал. Ну, вот сейчас я, как он там говорит. А Феофан ему отвечает, эх ты, там совсем не так, как вы думаете. Ну, это такая фраза неопределенная. Но потом он смотрит на эти фрески, говорит, как же все-таки это здорово. Ну, Тарковский тонкий человек, но если человек в небесное царство попал, там рай, какие ему фрески там могут понравиться, да. То есть он намекает на то, что Феофан Грек попал в какой-то вот такой же земной мир, где тоже все примерно так же, как у нас, да. И, значит, и красота тоже вот от некрасивости отличается. То есть это совершенно не рай, конечно, да. То есть ни в какой не рай он попал, да. Ну и, собственно, таких эпизодов у Тарковского много. Например, опять же, понимаете, но это вот нужно очень внимательно смотреть, чтобы заметить эти эпизоды, точнее, заметить странность этих эпизодов. Они непонятны. Но если вот их все собрать, то они выстраиваются совершенно в одну линию. Например, в последнем фильме «Жертвоприношение», да, вот никто не обратил внимания, я вас прошу, да, вот почтальон Отто, он абсолютно странный человек, да. Но в один момент вдруг ни к селу, ни к городу его спрашивают, как карта, какого там, он карту дарит этому Александру, 17 век. Да, 17 века, да, говорит, кто-то вспоминает, 17 век, там, это Ницше. Нет, не Ницше, Ницше позже был, говорит, но я с ним не знаком был. Зачем он это говорит, да, то есть он подарил карту, да. Ну так и в случайном разговоре, более точно датирует, там, да, да, там Ницше. Нет, ну, с Ницше я знаком не был, там, карту вот я принес тебе, а с Ницше, знаете, если буквально понять, если внимательно вслушаться, это так и выглядит. То есть он намекает на то, что он живет не в первый раз, да, и там он тоже был. Так это вот, я не сомневаюсь, что вот ты Свидригайлов. Потому что Свидригайлов такой же точный человек, это вечный житель, я говорил, это агосфер. В романтической традиции, в начале 19 века, когда Достоевский, как бы, как художник, рос, ну, полно этих агосферов было, и таких романтических, даже примитивных, которые там странствовали во времени, десятую жизнь проживали. Понимаете, мы все это забыли, это было в романтической традиции 19 века, только это было плоско. А Достоевский из этого сложнейшую философию сделал, да, Свидригайлов, это же философский тип. Но вот мне кажется, это Тарковский, гениальность Тарковского, что он это все увидел. До сих пор критики этого не видят, я это пишу, ну, все, мягко говоря, улыбаются, да, про мои интерпретации. Ну, вот, да, да. А Тарковский, вот, повторю, когда я увижу этого Тарковского, для меня, вот, лично, как бы, субъективно, это главный аргумент, что я совершенно правильно интерпретирую Достоевского, потому что Тарковский ровно так это видел, да. Ну, опять же, если у Достоевского вот эту же тему, такого, как бы, смерти, как относительные границы. Вот, на самом деле, самый, может быть, наглядный пример, это в «Сне смешного человека», где описано, кто помнит, там, состояние вот этих совершенных людей, да, этот герой, описывая его, такой очень важный нюанс говорит, их, там, люди умирали тихо, спокойно, да, то есть там не было страха смерти. Почему? А потому что они знали, что, как бы, после смерти их ждет новое бытие, и земное единение, вот это я цитирую, земное единение между ними и умершими не прерывалось смертью, то есть там до такой степени уже, вот они совершенные, да, что вот эта граница смерти для них, она, вот, как бы, проходима, они с умершими общаются, даже зная, в каком мире там они где-то рядом живут, да. Ну, вот, буквально это сказано. Да, другое дело, что, конечно, это маленький фрагментик, который тонет в этом огромном тексте, и, в общем, можно его не заметить, да. Но, повторю, вот у Тарковского это гораздо большую идейную роль, вот такие фрагменты играют, да. Ну, и тогда все-таки, а роль-то Христа в чем, да, вот самое главное. Вот здесь еще один текст я прочитаю, мне кажется, это потрясающий текст из дневника Тарковского, не из дневника писателя Достоевского, Тарковского, где он говорит о том, что мы живем в эпоху страшного, эпоху абсолютного кризиса духовного, да, я не буду читать, перескажу, да, что, как бы, человека развратили, человечество деградирует, да. Какое спасение? И вот, послушайте, спастись всем можно только спасаясь в одиночку. Спастись всем можно только спасаясь в одиночку. Ну, странный такой тезис. Настало время личной доблести, пир во время чумы. Спасти всех можно, спасая себя. В духовном смысле, конечно. Общие усилия бесплодны. Мы люди и лишены инстинкта самосохранения рода, как брови и пчелы. Но зато нам дана бессмертная душа, в которую человечество плюнуло со злобной радостью. Инстинкт нас не спасет, и в отсутствии нас губит. А на духовные и нравственные устои мы плюнули. Что же во спасение? Не в вождей же верить на самом деле? Сейчас человечество может спасти только гений. Не пророк, нет, а гений, который сформулирует новый нравственный идеал. Но где он, этот мессия? Вот странно. Вот в вождей, что ли, верить? Нет, в вождей. Зато мессия будет. Но мессия – это Христос. То есть вожди все-таки политические. А Христос – это мессия, это одинокий пророк, который поведет человечество. И обратите внимание, тоже мало кто это знает, а это очень важно знать. Зеркало должно было открываться сцены похорон. И за этой сценой, я жалею, что Тарковский не снял, потому что это, конечно, его более наглядно встроило бы в традицию русско-религиозной культуры. Там должен был звучать стихотворение пророк Пушкина. Когда пророк сердце вынул, уголь пылающий огнем во грудь, отверстие надвинул. То есть это стихотворение он интерпретирует одновременно и как стихотворение о бессмертии человека, и одновременно как стихотворение о том, что вот есть пророки, которые должны вести людей. И, по сути, герой «Зеркало» – это автобиографический герой, это он сам. И он сам себя таким мыслил. Не надо бояться этого говорить. Тарковский мыслил себя пророком, и Достоевский мыслил. У Достоевского это не очень видно, это скрыто, хотя мы, исследователи, можем это говорить. А Тарковский даже прямо это готов сказать. Да, вот я один из них. Ну и что, XX век, уже можно, когда все гибнет, но надо говорить прямо, что если вы не поверите мне и не пойдете за мной, ну да, все погибнете. То есть он готов обращаться с этой, пробовать упрямо к людям. И он обращается в своих фильмах как может. В этом смысле, кстати, вот этот текст, который я прочитал, этот текст параллельно пишется со съемками Соляриса. И вот моя мысль, может быть, довольно парадоксальная тоже для тех, кто знает хорошего творчества Тарковского, что на самом деле Солярис действительно, советский цензор прямо, правда это увидел. Это самый религиозный и самый сложный фильм Тарковского, даже слишком сложный. Он настолько переусложнен, что, мне кажется, его с трудом можно понять. Потому что все считают, что сталкер самый сложный. Нет, там более, мне кажется, наглядно. А в чем тогда сложность Соляриса? А в том, что, понимаете, там Крис, это Христос буквально. То есть вот Тарковский пишет про этого мессия, который должен прийти, повести человечество к спасению. Так Крис, там этот мессия, потому что там какая ведь модель? Солярис — это бог, но бог такой как бы, это бог бытия, который бессмыслен сам по себе, такая шпенгаверская воля. Эту волю должен превратить в прекрасный, благой мир человек, который осознал свое божественное предназначение и в себе это божественное предназначение раскрыл. И через жертву, через Голгофу это реализует. Он же, Крис соглашается с тем, что его энцикфолограмму снимают и отправляют океану. То есть он говорит, всего себя открыть, и он готов, и открывает. И что происходит? А океан его убивает. Это вот мало кто по сюжету понял это. Когда читаете сценарий, это более понятно. Он умирает. В результате океан начинает на него действовать, и он его просто убивает, разлагает условно на атомы. А потом воссоздает. В конце в кают-компании сидит уже не Крис. Он сам двойник, как Харри, но двойник такой уже правильный. Понимаете? Ведь Харри и все эти гости, они неправильные двойники. Океан неправильно их вечными делал. То есть это, по сути, это самая, если хотите, самая подробно изложенная у Тарковского версия Голгофы. Как это ни странно. Потому что океан сначала стихийно воссоздавал этих людей, поэтому неправильно. Вот когда Крис согласился всего себя отдать, и тогда его океан восстановил как абсолютную божественную личность. Уже правильно. Он вечный теперь. И он говорит, я не могу туда вернуться. Ну, слушайте стексти, я не буду там. Ну, здесь вот, повторю, в этом смысле финал Соляриса – это такая вот технократическая Голгофа, я рискну такое сказать. Повторю, Крис отдает себя, жертвует. Но кому? Перед Богом, перед этим океаном Богом, который, действительно, поняв все через человека, поняв себя, он его восстанавливает как абсолютное божественное существо, которое теперь становится центром нового совершенного мира. Понимаете? Ведь там то, что он будет… Теперь он управляет этим океаном. То есть вот мысль какая, что теперь он там на остров спускается, будучи существом, пришедшим в единство с океаном. А океан – это всемогущее существо, но без разума. А Крис – это разум. Теперь он станет центром. И он там, дом его, там, кстати, в сценарии там две уже Хари ходят. Ну, там в кают-компании тоже есть там, да, одна Хари, вторая мать там потом. То есть он может воскресить отца, мать, всех, да. То есть он может такой абсолютный вечный мир создать теперь, ну, как бы в паре с океаном, да, став центром вот этого океана, став его разумом, да. Ну, вот, да, потрясающее христианство, ну, это Тарковского и так современно сделанное, да. Человек, как существо, которое через жертву бытию, которой есть Бог, да, благодаря этой жертве восстанавливает себя как центр этого бытия и само бытие преображает к совершенству, да. Ну, вот, в этом смысле финал Соляриса, он, наверное, самый наглядный, но, к сожалению, повторю, к сожалению, он такой вот сложно снятый, организованный, и много чего пропало из сценария, и это, мне кажется, не очень видно, вот то, что я рассказал. Но вот мои многолетние, как бы, поиски смысла этого фильма, я всегда понимал, что вот его сложнее всего будет, как бы, понять. Ну, вот привели меня к такой концепции, ну, и тогда на этом, может быть, я и закончу, чтобы еще 10 минут на вопросы ответить. Уважаемые коллеги, вопросы. Ну, пока вы думаете, у меня парочка уточняющих вопросов по поводу всех фильмов Тарковского. Ну, каток, так сказать, это ученическая работа, студенческая, два ли мы можем говорить что-то тоже о Христе? Или все-таки вы и там что-то нашли? Ну, не рискну вот сейчас. Ну, да, 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 вряд ли. Хорошо. Когда мы говорим о Достоевском и о христианстве, вот, претензии Достоевского к христианству или к подлинному христианству, ну, вы не сказали, но мне кажется, речь идет о институциональном христианстве, в институциях проявленных, что это вот не то, не истинное христианство, а Достоевский говорит. Ну, да, это такое христианство. Нет, ну, тут дело не в самой форме церкви. Она как раз, может быть, и нужна, да, людям. А в самом мировоззрении, вот, в мировоззрении, главный недостаток – это идея греха. Ведь идея греха делает человека немощным человеком, а человек – это божественность. Вот, то есть, если идею греха убрать, тогда самое главное негативное черта исчезнет. Если идею греха убрать, то что будет? Ну, вот это будет истинное христианство. Тогда каждый из нас Бога – человек, в каждом Бог, которого нужно раскрыть. Вот, и все. То есть, нет ограничения, грех ограничивает возможности раскрытия Бога в себе. Но если грех убрать, а смерть останется? Такая смерти-то нету. Ну, вот я поэтому и говорил, смерти нет – это трансформация. Ну, вот еще такое маленькое замечание, может, прокомментируете. Вы говорили про этот, Андрей Рублев, диалог между двумя монахами, да, по поводу распятия Иисуса Христа, кто и как его распинал. Так помните, у Леонида Андреева в «Удийской риоте» это было. То есть, эта тема-то появилась-то гораздо раньше, а Тартуевский в каком-то смысле повторил. А у Андреева это было настолько явно и четко прописано, что это конец XIX, начало XX века, вполне себе гуляющая. Ну, там, в смысле, она стала уж очень популярной, да, если уж Леонид Андреев так, с его тысячными тиражами стал писать об этом, да. А, кстати, по поводу Андрея Рублева я еще могу добавить. Почему там Андрей убивает топором татарского воина? Я думаю, что это Раскольников. То есть, Тарковский даже вот специально топор выбирает, он сам с топором так выразительно стоит, да, выроняет его. Он нарочито вот эту параллель выстраивает. Никто, по-моему, из критиков никогда не догадался. Но я тоже про это не писал, но просто вот как бы всегда это чувствовал, что это вот Раскольников он вспоминает. То есть, русский герой, он либо с вилами, либо с топором. Я хотел Игоря Ивановича поблагодарить за очень интересные выступления, как всегда неординарные. Единственное, вот такой вопрос, может добавка. Очень хорошая интерпретация Солярия, очень интересная интерпретация. Со смертью грехом я не согласен, но вот с интерпретацией Солярия очень интересно. А вот, может быть, более так было бы интересно сказать, что вот этот океан, он ближе не к воле Шопенгауэра, бессмысленно, а вот раз уж мы говорим о гностической традиции, это нечто похожее на Унгрунт, мастера Экхарта, скорее, или Якова Беома. Это же тоже, ну, такие христианские гностики, да, вот что. Именно через сына вот эта мощь Бога Отца, как у Якова Беома, которая сама по себе темная и бессмысленная, она просветляется. И через Голгофу это вот скорее, наверное, потому что Шопенгауэр это все-таки немножко другая песня. Нет, ну, мне кажется, все равно Шопенгауэр тоже в этой традиции. Другое дело, просто он, ну, согласен, да, он дальше ушел. Ближе, ближе, наверное, к Беома и вот к этой гностическому христианству, Беома, Экхарта и так далее. А так очень интересно. Ну, вот вы тоже сказали, что это, как бы, а кто сомневается, что «Солярис» самый сложный фильм, Тарков, по-моему, это самый сложный и глубокий фильм. Ну, нет, критика в советское время писала, ну, наконец, Тарковский снял ясный фильм, научно-популярный, с понятными проблемами научно-техническими. Самый глубокий, конечно. Нет, до сих пор так пишут. Нет, ну, «Солярис», по-моему, это даже и... Нет, ну, прекрасно, нет, если в аудитории, где люди все это понимают, слава богу, не все. Самый метафизичный фильм такой, самый глубокий. Нет, обычно читается, конечно, с «Сталкером». Ну, там намучено много в «Сталкере», а вот если брать по категориям, то, конечно, «Солярис», это кто бы спорил-то. От «Лема» там только канва осталась, на самом деле, технологическая. Ну, да, и была проблема, что он сначала не хотел, чтобы снимали такой фильм. А потом осознал. Кстати, он сказал, это какое-то преступление наказания в космосе. Он даст. А, он даст. Он так сказал. Да, Лем сказал. Так это какое-то преступление наказания в космосе снял. Ну, да, хорошо. И вообще, очень такой необычный ракурс, конечно, вот Достоевского с Тарковским так вот совместили. Это удачно очень, на мой взгляд, очень оригинально так все прозвучало. И через дневники, через невырезанные, через нереализованные сценарии. Это такая вот… Спасибо. Спасибо. Спасибо нам.